Черное море у берегов Краснодарского края прогрелось до плюс 28 градусов. Что это означает? Стало ли море опасным для купания? Как проверяют качество морской и питьевой воды? Нам расскажет главный санврач республики Алла Беляева. Наверное, начнем с того, что по информации сочинских исследователей, вода в море прогрелась до рекордных плюс 28 градусов. Что вы наблюдаете у нас в Абхазии? Действительно, чем более теплая вода, тем более высокий показатель санитарно-показательной микрофлоры мы наблюдаем в морской воде. Морскую воду по городу Сухум отбираем еженедельно. У остальной республики там есть какой-то район еженедельно, какой-то раз в 10 дней. Это зависит от материально-технического обеспечения района. Но, тем не менее, да, показатели санитарно-показательной микрофлоры увеличиваются. Патогенных бактерий пока ни в одном районе мы не выделили. То есть патогены — это болезнетворные, те, которые могут привести к заболеванию. А по городу Сухум мы сейчас дополнительно начали обследовать еще и ливнестоки, которые впадают в Сухумскую бухту. Тут от них деться некуда, вывести их никуда не получится. Поэтому мы решили посмотреть, что попадает в бухту из этих ливнестоков. И да, у нас получается не очень красивая картинка. Люди, к сожалению, вместо того, чтобы выводить свои канализационные стоки в ход сфекальную канализацию, периодически подключаются в ливневую. И у нас есть неблагополучные места, где мы, скорее всего, именно в месте впадения ливнестоков будем запрещать купание. А много ли пляжей попадет, ну, как вы ориентируетесь, может попасть под этот запрет? Мы должны проверить в течение нескольких недель. То есть это может быть что-то разовое, да? Условно, кто-то чего-то туда вылил, и больше этого не повторяется. Либо это систематически. Там, где это будет систематически, там мы будем ставить вопрос об запрете купания именно в местах впадания ливнестоков. С одной стороны, у вас здесь, конечно, к вам вопросов нет никаких, но с другой стороны, люди всю жизнь купались, допустим, на этом пляже. И, наверное, им удобно туда приходить. С другой стороны, бизнес, допустим, строится, и они выводят эти стоки, вот куда люди купаются. Что в этом смысле можно сделать? Ваша позиция понятна, но люди хотят все-таки на эти пляжи приходить. Где этот баланс найти, чтобы людям было безопасно, ну и бизнес вот уже построен? Какие-то очистные сооружения уже в построенном объекте достраивать? Бизнес построен, я поняла вас. Бизнес построен, но это не только бизнес, но и частные лица. Просто-напросто там где-то возможно переключить свою трубу в костфекальную канализацию. У нас, слава Богу, за исключением маяка, все остальные на районы города канализованы. И вот о тех местах, где идет речь, там есть возможность переключения. Я думаю, что с главой администрации мы уже разговаривали на эту тему. Надо будет изыскивать средства, вскрывать систему ливневых, там, где она закрытая, ливнестоков, и просто-напросто отключать незаконных врезчиков от системы ливневой канализации. Я не знаю, насколько правильно этот вопрос вам задавать, но попробуй задать. А что будет с теми, кто незаконно это сделал? Вот неправильно подключил коммуникации, не туда подключил коммуникации. С ними как будут работать дальше? Какие-то штрафы их заставят платить, помимо того, что они должны будут переделать? Да, с нашей стороны на таких граждан будут наложены штрафные санкции. Алла Ивановна, их это может напугать? Мы с вами не раз говорили про штрафы, что они не такие большие, что иногда люди даже заинтересованы заплатить штраф, нежели менять что-то в своей работе. Вот мы говорили о том, что законодательство тоже устарело, и что нужны уже новые штрафы тоже. Мы внесли в компонент республики, предложение о повышении штрафных санкций. На комиссии это все было рассмотрено. Но вот ждем, пока парламент рассмотрит данное предложение на сессии и утвердит повышение штрафных санкций. Сейчас все зависит только от Народного собрания. Хорошо. Алла Ивановна, вот очистные сооружения, которые есть в Сухуме, как они работают, и вы проверяете ли эти очистные сооружения, как они функционируют, в каком режиме, какая нагрузка вообще летом? Очистные сооружения в городе Сухум функционируют нормально, регулярно. Проверки, естественно, проводятся. И в случае, если все нормально с электроснабжением, то есть перекачка стоков. Сами очистные функционируют нормально. Перекачка стоков проводится путем девяти насосных станций. Если нет таких вот длительных отключений, отключений всего города и так далее, то есть все в этом плане нормально. Но если выключается весь город, тогда, естественно, насосы качать не могут. И тогда приходится открывать аварийный сброс коммунальным службам. К счастью, в последнее время это бывает редко. То есть аварийный сброс – это означает, что в море неочищенные стоки могут попасть. Правильно я понимаю? Да, правильно. Алла Ивановна, а в других районах какая обстановка? Вот где есть очистные сооружения, где они функционируют? Я знаю, в Гагарском районе должны запустить, но еще не работает. Или уже заработали? Какая у вас есть информация? Пока еще не запущены очистные сооружения в Гагарском районе. Ждем их запуска. По Гудаутскому району начаты работы по оборудованию очистных сооружений. По крайней мере, проектирование от водоемельного участка проектирования ведется. По остальным районам в Агудзере были двойные очистные сооружения, к сожалению, разрушенные, тоже не работают. Ну вот, пока как-то так. То есть пока только Сухум может похвастаться очистными сооружениями и их работой. Хорошо. Нала Ивановна, если говорить о воде, о том, что она сейчас прогрелась до плюс 28 градусов, советуете ли вы вот в такой воде купаться, как инфекционист, как человек, который хорошо разбирается в вирусах и бактериях? Все-таки можно в такой воде безопасно для человека купаться, в такой прогретой воде? Ну, если для вас это показатель, то я купаю. Это показатель, конечно же. Значит, дело в том, что, еще раз повторяю, именно болезнетворных бактерий, таких как гизентерия, сальмонелла, холера и так далее, в воде нет, не обнаруживается. Что касается купания. Во-первых, при купании желательно все-таки стараться воды не напиться. Любая морская вода, как содержащая бактерии, так и абсолютно стерильная, в определенных количествах может вызвать расстройство. После купания пришли домой, ополоснулись под душем, пожалуйста, все прекрасно. А большую опасность при таких температурах, как сейчас, представляет нахождение на пляже в течение всего дня, особенно это вот где-то самый опасный пиковый период с 12 до 3 часов дня. Поскольку индекс солнечной активности очень высокий, люди, сами не замечая, получают достаточно серьезные, ну и как ожоги поверхностных кожных покровов, так и тепловые и солнечные удары. Тепловые и солнечные удары могут сопровождаться точно так же тошнотой, рвотой, подъемом температуры и диареей. Второе. Если идем на пляж, очень часто люди берут с собой еду. Напоминаю, что в качестве перекуса на пляж можно брать такие вещи, как мытые овощи, фрукты, какие-то сухие галетные печенья и другие нескоро портящиеся продукты. Перед употреблением их руки нужно либо помыть мылом, либо протереть антибактериальными салфетками. И обязательно нужно брать с собой воду. Воду нужно пить как можно больше, поскольку при такой жаре, как сейчас, очень быстро наступает обезвоживание, особенно у детей. А есть еще мнение, что у некоторых людей, что утром все-таки ходить на море полезнее, рано утром оно чище. Как вы к этому относитесь? Это миф или правда? Ну, насчет чище я сказать не могу. А вот то, что утром чаще всего нет волнения и море более спокойное, то есть в нем приятнее плавать, купаться, это да. Речка или море? Некоторые говорят, что сейчас лучше на море не ходить, а вот на речку можно безопаснее. Вы это тоже миф или? Это личное предпочтение. Вода теплая нравится не всем. Многие знакомые говорят, что фу, она теплая, противная, прям горячая. А в речке вода попрохладнее, соответственно, как бы чисто субъективно приятнее находиться. Кто-то любит более теплую воду в море. Но тут это субъективные вещи. В речке тоже можно подхватить кишечную инфекцию, так же, как в море. Понимаете, как правило, кишечная инфекция подхватывается не от воды, а от несоблюдений правил вечной гигиены. Вот не смотреть за детками, они облизут все камни, поковыряются в песке, ручки засунут в рот. Вот одна опасность. Вторая опасность – это кормить детей продуктами, которые полежали на жаре. Ну, допустим, бутерброд с колбаской. Да, замечательно. Который часика три полежал под солнцем. Ну, просто изумительно. Ну, и другие вот такие продукты, которые не предназначены для того, чтобы они находились в жаре. Вот в таких продуктах бактерии развиваются с ураганной скоростью, потому что там есть питательные вещества для них. Вода для бактерий достаточно голодная среда. Да, там что-то есть, но любой бактерии уютнее развиваться в пищевых продуктах, чем в воде. Ещё один интересный вопрос. Туристы, как нам кажется, чаще всего жалуются на кишечную инфекцию, чем местное население. Это действительно так? И связано ли это с тем, что вот их микрофлора ещё не привыкла к местным, что ли, бактериям? Вот такое мнение тоже существует. Действительно ли среди туристов встречается чаще кишечная инфекция, чем среди местного населения? Раньше, пока не были настолько хорошо развитые методы вирусологии, чтобы мы определяли ротовирус, норовирус и так далее, эти все вирусы назывались диареей путешественника. При изменении климата, при длительных поездках, особенно в поездах, организм сталкивается с микрофлорой чужой, скажем так. Это во-первых. Во-вторых, особенно при резкой смене климата происходит некоторое угнетение иммунной системы, пока она перестраивается на другие условия. И вот это делает туристов несколько более подверженными кишечным инфекциям, нежели местных жителей. И второе – это то, о чём я уже упоминала. Местные жители прекрасно знают, что в разгар жары на пляж идти не надо. И они туда в это время не ходят. Тогда как туристы стараются по максимуму использовать небольшие отпуска, то есть они находятся на море 7, 10, 14 дней, и они хотят в полном объёме получить море, солнце и прочее. И поэтому злоупотребляют этими вещами. Ну и опять-таки то, о чём я уже проговорила. Местные, если идут на море, то берут с собой, как правило, ну там арбуз, фрукты, вот что-то такое. Очень редко берут какую-то еду, которая может испортиться. И опять-таки это, опять же, не пик жары, когда идут на море местные. Вот этим отличаются, нет, разница в заболеваемости местных и отдыхающих. И ещё один момент, который я забыла упомянуть, когда говорила о местных. У нас уже больше 15 лет детям до года делается прививка от ротовирусной инфекции. Те, кто прививают детей по графику, значит, они могут более-менее спокойно детей водить на море, поскольку прививка защищает до определённого возраста, где-то лет до 3-4 она защищает ребёнка от тяжёлых последствий ротовируса. Алла Ивановна, ещё один момент хотелось бы успеть обсудить, это последнее. По поводу качества питьевой воды. Вы неоднократно об этом говорили, когда ещё были главным санврачом столицы, о том, что вода из-под крана, она непригодна для питья, поэтому нужно кипятить, но тем не менее люди пренебрегают этими мерами. Давайте ещё раз напомним, почему нельзя это делать. Вот так, чтобы вот кардинально в этом вопросе ничего тоже не поменялось. Город постоянно меняет водоводы, но это водоводы более-менее большого диаметра, включительно до 100 миллиметров, то есть это разводка воды по городу. А вот те трубы, которые идут непосредственно от этих даже новых труб к конкретному крану конкретного гражданина, вот здесь никто не может сказать, в каком они состоянии. И замена этих труб в частном секторе, это находится на совести самого хозяина. В многоэтажном секторе там похуже, там это жилуправление. То есть вот именно вот эти трубы вызывают опасения, которые идут от магистрального водовода непосредственно к конкретной квартире или дому. И сказать, что с ними происходит, никто не может. Поэтому да, я прошу всё-таки воду, особенно ту воду, которую мы даём детям, кипятить. Это надёжно. Это обеспечивает полное снятие риска хотя бы с этой стороны. Алла Ивановна, но мы говорим не только про сухума вообще, на примере сухума, а про всю Абхазию. Всем жителям советуйте делать, вот кипятить воду, особенно детям. Но есть мнение, что вода мёртвая, да, кипячённая вода, она никакой пользы не приносит. Вот многие тоже считают, что такая вода не полезна. Ну, во-первых, это мнение не научных, а околонаучных углов. Нигде в официальной научной литературе вы не найдёте понятия мёртвой воды, за исключением русских народных сказок. Там есть. А если мы считаем, что эта вода плохая, мёртвая, ради бога, у нас сейчас в Абхазии полно предприятий, которые выпускают бутилированную воду, которая также проверяется бактериологически и которая в этом плане безопасна. Пожалуйста, не хотим пить мёртвую воду, покупаем в магазине бутилированную любого производителя и пьём эту воду. Спасибо вам большое. И вот последнее. За качеством питьевой воды вы тоже следите. Обязательные заборы, обязательные пробы регулярно вы это делаете. Пробы берёте по всей Абхазии? Значит, по районам этим занимаются городские районы. По городу Суху этим занимается администрация города Суху. Но то, что попадает в лабораторию из публики, это мы всегда отслеживаем, смотрим за этими вещами. Районы, если привозят, то же самое. Центральная лаборатория обрабатывает эти данные. Что касается каких-то экстраординарных случаев, то они докладываются незамедлительно. Слава богу, в этом году пока катастрофических случаев таких вот не было. Тем не менее, по районам ситуация не лучше, чем Сухум. Но в некоторых районах, пожалуй, даже хуже в плане замены магистральных труб. Поэтому рекомендации о кипячении воды, да, они распространяются на всю республику. Спасибо большое, Алла Ивановна, что нашли время рассказать нам о своей работе. Благодарю. Пожалуйста, не болейте. И вы тоже. Спасибо большое. Я напомню о качестве морской и питьевой воды мы говорили с главным санврачом Абхазии Аллой Беляевой. С вами был Посредник.